Велкам, велкам, велкам. Я запись включил, а микрофон нет. Ма-ло-дец. Ну что, ребят, второй матч за выход в Элиту. Кто сегодня пройдет в Элиту? Ой, я же слово это помнил. Флэш Вульфа я сегодня специально же переводил, хотел шутку сделать. Никаких шуток. Супер Массивы против Флэш Вульфов. Турецкая команда у нас на красной стороне и Флэш Вульфы в синем углу. Именно вот сторона и угол здесь по-другому никак. Ну что, глянул? Не, Марчелло, в перерыве посмотрю, пока не глянул. Обязательно, как они все обязательно слушать? Громковат? Да нет, уже нормальный комментатор. Они вначале были громковаты, пока не изменил громкость их. Напоминаю, что Флэш Вульфы свою лигу прошли... Какое бы слово использовать? Ну давайте просто слово буду использовать. Великолепно. Лига ЛМС далась им на ура. 14 побед в 14 встречах. В плей-оффе им пришлось играть всего одну встречу, потому что там немножко другие правила. Та команда, которая занимает первое место в регулярке, ждет сразу же Царя Горы. Как Царь Горы ждет сразу же своего противника. Правила Царя Горы вы знаете. Все передачи в детстве смотрели. Кстати, этого ведущего я больше нигде не видел. Странно. Возможно, Царь Горы... Та передача, после которой тебя больше никуда не берут на телеканалы. Так вот, в Царя Горы они победили 3-1. Всего за свой сезон, ну за свою лигу сезона, они отдали 4 карты. 3 в межсезон... Ну где-то там вот, не в межсезонье, а просто в самом сезоне. По одной карте кому-то 2-1, 2-1, 2-1 кого-то победили. И 3-1 вот в финале. И при этом еще ездили на ИМ. На ИМ они ездили как победители своего региона, прошлогодние. И в этом году стали чемпионами ИМ, по-моему, отдав одну карту, да, если я не ошибаюсь. Тоже отдав только одну карту на международной сцене. На международной сцене они сыграли еще лучше, чем у себя дома. И все это подводит нас к тому, ребят, что, как мне кажется, супермассивы сегодня должны делать 3-0. Как я вчера говорил, что ТСМ обязаны побеждать, я хотел сказать, венгерцев, вьетнамцев. Они победили, они это выполнили. Да, 3-2, да, с косяками. Но какая разница, с каким счетом? 3-2, так 3-2, 3-0, так 3-0. Так вот и сегодня флэш-вульфы должны побеждать. 3-0, конечно, это будет колоссальная заявка на вообще победу в этом турнире, даже учитывая, что здесь СКТ, учитывая, как они выглядят по результатам. Ну, а если будет 3-1, 3-2, будем смотреть, из-за ошибок ли их собственных, либо из-за того, что супермассивы классно играют. Супермассивы выбивают себе трех адекерий уже. Вы что, шутите, ребят? Три адекерий уже взяли. Грейвс в лес, Аша, либо саппорт, либо адекерий, и МФка, либо саппорт, либо адекерий. Я не шучу, на самом деле, либо так, либо так, оба могут чемпиона сыграть. Но, скорее всего, это будет МФка саппорт против Зайры от Сворда Арта. Напоминаю, что у супермассивов очень сильный Зайтнот и Дамблдош. Это ботлейник, довольно посредственный мидлейнер, отвратительный джанглер и стабильный Фафаболос на топе стоит. Фафаболос, кстати, себе выбивает на Утилуса. Революция в лальце? Вряд ли. Ну и флэш-вульфы тут же на Утилуса выпикивают Кледа. Кледа для ММД. Карса у нас будет на лисине в лесу. Мэйпл сейчас покажет, на каком чемпионе он будет гнобить. Это будет на этот раз Талия. Мэйпл на чемпионате мира. Я использую французское слово, ребят, чтобы объяснить, как он сыграл на чемпионате мира. Обосрался Мэйпл на чемпионате мира. Кто не помнит, Мэйпла поставили риутские аналитики на четвертое место среди всех игроков мира. То есть на первом месте был Фейкер, на втором месте... Тяжело мне будет вспомнить сейчас ники всех. Топпер был какой-то. На третьем месте был Пинат. А вот кто был на втором месте, Топпер какой-то, я вот забыл. Но и Топпер тоже обосрался, так сказать. А вот третье место Пинат, в общем-то, я отыграл, как на третье место. Не смог победить. Смэп, Смэп, да, Смэп. Говорят мне, Смэп же был на первом. Разве? А может тогда Смэп был на первом, а Фейкер на втором? Что-то мне казалось, что Фейкер был на первом. Но сейчас-то, сейчас это уж другое дело. Я говорю, предматчивая вот эти вот анализы, которые были до чемпионата мира. Да-да-да, Смэп, Смэп, все верно. Так вот, а Мэйпла поставили на четвертое место. И он был выше... Ну ладно, как бы кто-то сейчас обидится. Он выше Бьорксона был, выше Дженсона был, выше европейских мидлейнеров. Хотя там несложно было быть выше них, тем более как они тогда гоняли. Но самое смешное, что реально его так высоко подняли. И он на чемпионате мира вообще ничего не делал. Он каждую игру проигрывал по фарму. Он почти в каждой игре умирал просто так. Ну и закономерный результат не самый лучший был для команды Флэшвульф на чемпионате мира. Но поглядим, что в этом сезоне с ним, потому что пока он хорош. А на третьем мне говорят Клэр Лав. Нет, точно не Клэр Лав. Точно не Клэр Лав. Клэр Лав, он вообще... Вообще все джунглеры были снизу, там где-то. С седьмого места начинались. Я еще думал, что что за фигня? А почему такой дисбаланс? То есть, ну, пенат вот подняли, а Клэр Лав там вот где-то снизу. Кто обидится? Что за ноунеймов ты перечислил? Ну да, да. Что за ноунеймов? Перехайпили его. Ну да, немножко переболел он этой звездной болезнью, вроде как. И в этом сезоне играет безошибочно. И самое главное, он расширил свой пул. Серьезно, он играет теперь гораздо большим количеством чемпионов, нежели это было на чемпионате мира. Теперь мы от него можем ожидать и Ауралин Соло, которого он как раз не мог играть на чемпионате мира. Вы помните, они даже командам Флэш Вульфы банили его. И может играть Эко с Физом на миде, и Талию, и Ариана, ну, которая была в списке, и Синдер, понятное дело, тоже. У нас тут у Дамблдожа сейчас будут большие проблемы. В него сразу прыгает Харса, Экзост, и Дамблдож потерял хил. Ну, Зайтнот на него кинул хил, и тут тяжеловатая старт для команды из Турции. Минус Флэш Дамблдож и минус хил от Зайтнот. Там команда Флэш Вульф потеряла только лишь Экзост. Напоминаю, что вот такая же ситуация, допустим, вот если вы хорошо помните, как происходило, не против команды Супермассив, но такая же ситуация была у Виртус Про. Они тоже на боте были втроем. Они тоже поймали Зайру. По-моему, там Зайра, либо МФ, ну не МФ, а там Зайра, либо Нами. Вот кто-то такой был. А, Нами, Нами, точно Нами была. Они дали проказ по Нами, сняли у нее одну треть ХП за секунду. Следующим проказом еще одну треть могут снять. Но Виртус Про разворачивается и убегает. С какой стати? Вас трое против двоих вы считать умеете? Это я так, просто, ребят. Говорю, вот они, откуда ошибки. Почему мы все еще, ну, про Виртус Про говорим? Не потому что я их хейчу, а потому что я, наоборот, подсказки говорю вам, чтобы вы видели, откуда все ноги-то растут, поражения. Вот они боялись всего на этом чемпионате, боялись и все. А флэш-вольфы ничего не боятся. Их трое, они пошли, и сразу Талия начала смещаться. Хотя она вот этот варты поставила. Когда заходили они в кусты, Талия вот здесь вот была, возле дракона. То есть, она сразу же начала смещаться вниз. Карса знает, что нет флэшау. У Дамблдожа смещается сюда вниз, чтобы... Да, минус Дамблдож, Свордар тратит на него свой флэш. С флэша он дает Ешку точечную по Дамблдожу, и это килл за командой флэш-вольф. Вот это вот старт, я понимаю. Сто Мейджу ничего теперь не остается делать, как идти в чужой лес, обворовывать Лисина на синий баф, и надеется, что Лисин не пошел в него обворовывать его синий. Ну, так и получилось. Карса сразу же нажал рекол, и сейчас идет свой синий лес, но он уже не успеет, конечно же. Где белорусские команды по Лолу? Не знаю. Может быть им надо хоть одну вообще команду... А вообще есть команды, и чисто белорусские, потому что, ну, коллектив должен причисляться к государству, тогда будет такое работать. Вот тут спалился Грейс. Кстати, сразу же Мейпл начал раскидывать пинги, показывая, где он видел Грейса последний раз, а Грейса он видел именно здесь. На топе ММД пока не побеждает. Более того, он потерял свою пассивку практически, и... Ну, сейчас потеряет ее, скорее всего. А, уже потерял, все, я чуть не обратил внимания, да-да-да. И теперь только с автоатакой может сражаться, ну, и иногда кушку кидать, ну, там кушки долгие кд, если вы не попадаете этим выстрелом. Ну, и Фафабула запушивает линию. Правда, Лисин уже здесь, и пойдет ли Карса воевать? Карса задумался. У него такие мысли были про себя, а вроде надо сделать ганг, а с другой стороны, можно и дать ММД просто пофармиться. И тогда Фафабула среколется. Ну, давай так и сделаю. И ушел отсюда Карса. Команда Флэш Вульф пока лидирует. Привет, Аню-Йорка. И да, чатику действительно привет. Привет всем, кто только-только присоединился. Мы сначала сыграли две соло-кушки, довольно удачно, попробовали зеленый голдер новый, попробовали синий голдер, не очень мне понравился, а вот зеленый мне понравился. Постоянный щиток на вас висит, довольно быстро денег зарабатываете с ним, потому что теперь у него еще одна пассивка, про которую я почему-то не заметил. Это пассивка дополнительные две голды каждую 10 секунд вам дают. Спасибо Риутам, то есть они, наоборот, дали больше золота саппортом. С партнеркой там, с партнеркой здесь. Спасибо. И Кай тебе тоже. Ты только сейчас это увидел. Кай 39-й. С мечом ходишь и не видишь ничего. Может, отобрать у тебя меч? А ты пока ходишь, перед глазами он маячит, отражается, ничего не видишь. Может, они могут стабилизировать. Ну, да. Но я вот об этом подумал, и мне показалось, что это очень хорошая версия, играть с гусями на миде. Но вот сейчас играл на Sony, и я что-то вообще не получил никакого удовольствия от этого ускорения, которое давал этот спелл. Ну, на Sony, может быть, это и не так ощущается, потому что Sony сама себя ускоряет постоянно. Поэтому ты этого не замечаешь. А он сам по себе улучшается. Там просто перестает собирать деньги. Ну, то есть, он перестает снизу показываться пассивкой 650, и у тебя появляется уже эта дополнительная пассивка. Но она нигде не отображается толком. То есть, там тяжело ее заметить, если внимательно не смотреть. Ну, ладно, ребят, это все в патче 7.9, а у нас здесь 7.8, MSI 2017 год, матч за выход в следующий круг. TSM уже там, SKT уже там. World Elite выиграла, да? RNG проиграли, вроде бы World Elite выиграла. World Elite уже там, и команда G2 уже там, но без одного игрока. Ну, не игрока, а тренера. Как оказалось, действительно, Shark ушел из команды G2 и уже присоединился к Vega Squadron, вроде бы, да? К Vega? Я просто там читал новость, не особо запоминал название, в какую команду он переселился. Там было написано, что он к своим истокам возвращается, то есть, к той команде, откуда он пришел. То есть, если это Vega была, то он в Vega и вернулся. Вот, так что Shark сейчас есть над чем работать. Кстати говоря, из Vega ушел Эдвард. Вот это любопытно, потому что, ну... Я не думаю, что в Эдварде была проблема, что они вылетали и, ну, не смогли попасть на MSI и занять первое место. Так что, возможно, он себе цену набивает. Или вообще решил, ну, больше Лига Легенд не заниматься. Ну, пока он там не был объявлен, ничего такого. Говорят, его выгнали. Ну, такого официальных данных нет у меня. Слухи, да. Слухи, но они такие. Всякое может быть. Ну что, у нас тут, походу, первый ганг от команды Supermassive. И приходит 100 мейдж. Снимает флеш с Бетти. Сразу же Бетти его тратит. Свордарт еще теряет у нас экзост. 100 мейдж продолжает гонять. Но этого не хватает. Откуда ни возьмись, появляется здесь Лисин. Да, это шикарный кик по трём игрокам. Всех трёх задел. Готов Лисин пожертвовать собой ради того, чтобы команда сделала минус 3. И это получается. Карса просто MVP удар ноги сделал. И в этот момент Клетт еще убил на топе на Утилуса. Как это произошло, мы с вами не видели. Прямо в момент ганга на ботлейне произошел вот это убийство Карса и топлейнера. Давайте смотреть, что здесь произошло. Карса... Ой, извините, не Карса, а ММДшка. Я искал Карса, оговорился. Клетом, Клетом. А ММД на Клэде у нас играет. Там какой-то баг он использовал, кстати. Видели? Не мог на Утилус двигаться по карте. Но вот этот прыжок... Это вообще так классно сделал. Смотрите, он прыгнул на этот вард и потом флешнулся сюда, чтобы дать кик по трём игрокам. Потому что если бы он дал кик так, он бы задел только двух. Просто красава Карса здесь. Ну и после этого тонна урона от Лисиновской ноги. Там же не имеет значения, по какому количеству людей вы попадаете. Всё равно по всем наносится. Ещё и замедление было накинуто. То есть подкидывание и небольшое замедление. И они, конечно же, никуда убежать не смог. И начало показа команды Флэш Вульф. Уверенная, молодёжная, надёжная. Супермассивы. Ну, пик МФки мне показался странным. Ну и как итог вот... 5-1, минус 1000, играть, конечно, всё ещё можно, но вот то, что топ-лейнер отдался один на один, то, что МФка сама по себе, так себе вариант. Кого он пнул? А, Грейвиса, я так понимаю. Грейвис был дальше всех, он его и пнул. Если МФ, то больше урона нанёс. Ну да, там надо пересматривать повторно. Мне показалось, он Грейвиса пихнул. Там в зависимости от максимального количества ХП же, да? Или от того ХП, который сейчас есть. Я вот не помню. Там процент ещё добавляется, урона небольшой. Фаббелес у него неприятная линия. Он не купил 3D рана, не пометьте. Сразу видно, парень играет. И, кстати, возможно, за это и был наказан. От бонусного, говорят. Вообще от бонусного, ты хочешь сказать? Что если чемпион ХП не собирал, там не будет вообще дополнительного урона, да? Ясно. Но если от бонусного, тогда... Тогда это не имело значения. Здесь бонусного не было... А нет, был в этот момент у МФки, получается. Был Рубик Ристал. Она единственная, кто бонусное ХП себе собрала. Так что там лишние 60 каких-то урона. Урона могли ещё нанестись, если он МФку пихал. Мэйпл у нас смещается на топ. Знает он, что преимущество есть у ММД. И они вроде бы собираются делать килл. Нет. Отступил Мэйпл. И Фафаблес возвращается под линию. Дальше фармится. А что у нас по Миду? Арианна хорошо отфармилась. 100 мопцов на 10-й минуте. Мэйпл показывает, что в Турции ребята тоже умеют играть в фарминг. И при этом он всё это время бил вышку. Мэйпл, как я понимаю, он всю игру так и отпушивает линию в сторону к себе. И не даёт себя похарасить Арианне, но при этом позволяет ей бить башню. Он наказан был, потому что ММД лучший топпер. Ну, лучший не лучший. Я могу определённо сказать, что 3 Дорана. Ну, сейчас все берут и берут неспроста. У нас тут попытка убить Мэйпла, а она срабатывает. Мэйпл погибает. Ну, не то чтобы один на один, но довольно близко к один на один произошёл этот килл. У Мэйпла не было флэша, он его тратил на ганг снизу. И всё хотел, Нару, организовать этот ганг для 100 мэйджа. Вы могли видеть, 100 мэйдж здесь всё ошивался, ошивался. То Мэйпл на топ пошёл, 100 мэйдж пошёл тогда, убил Краба, потом вернулся. Ну и минус вышка. Турки отвечают забиранием ФБ вышки. Если успеет, конечно же, потому что Лисин мешает. Забирает они вышку, но... Я не уверен, что Грейс заработала эти деньги. Он вроде бы отошёл и, как мне кажется, он с ФБ денег не заработал, ребят, если мне не показалось. Может быть, мне всё же показалось. Просто он, кажется, очень далеко ушёл и не получил 650 золотых. Ну, а значит, просто 350, ну и как и все. А лишние три сотни он не сбацал здесь себе. Повтор нам вряд ли покажут. Я тут на косячи не посмотрел внимательно. Думал, что они точно забирают. Они так сильно Лисин и испугались, что решили отойти оба. И всё, невышка упала от мапсов. 5-2 у нас счёт в пользу команды Флэш Вульф, но команда Супер Массив за счёт своих чемпионов. Ну, Ариана с хорошей ультой, получается, против Талии, которая ничего не может сделать на линии. А ШАС МФ подзонивают немножко Варусы. Зайра с Варусом ушли под вышку из-за этого. Они вот за счёт этих чемпионов выровняли золото в игре. И начало-конца, как видите, не произошло здесь. Фабулас у нас пойдёт на рекол. Ну, видимо, это для того, чтобы у него было фулл ХП, фулл Мана. И в этот момент наверняка Супер Массивы начнут делать Дракона. Но Ариане с Мидас уходить пока не стоит. И стоит дальше там стоять. Видно, что Фабулас выбирает, делать ли ему ТП на бот, либо идти на топ. Принял решение просто идти на топ. Но мне кажется, лучшим вариантом было сейчас нажимать в Трайбуш Телепорт и устраивать там битву 4 на 4. Ариана бы подошла и было бы в итоге 5 на 4. Ну, и либо прилетела бы ММД. Но получилось так, что всех мопсов потерял наверху Фабулас. И он проигрывает теперь полтора левела. Это очень много. И зря он так, конечно, сделал. Телепорт он тратить тоже не имел права. Вы прекрасно это понимаете. О чём прикол трёх Даранов? Ну, лишнее ХП. Один Даран даёт вам, по сути, левел. То есть, левел вам же даёт, ребят, кто не знает, помимо стандартных статистик вашего чемпиона, он даёт вам ХП левел. Даёт возможность скачать тот или иной спелл. И Даран, он равносилен в среднем как раз одному левелу чемпиона. То есть, купив 3 Дарана, вы тупо повышаете себе ХП на то число, которое очень тяжело пробить в данной ситуации игры. А также добавляет магического урона, но это уже незначительно. Ну и мана реген. Вот мана реген — это круто. Потому что за каждого убитого мапса вы будете получать вместо 5-15 получается маны. Потому что не уникальная пассивка, а простая пассивка. То есть, она скеллится вместе. Очень часто такое было. Играли и Даран-мечи комбинированно, там 3-4 штуки. И Ады Керри даже так делали, я помню. Играли 3 Даран-меча с ботинками, а потом сразу инфин. Ну а сейчас вот как-то вот мета с 3 Даран-рингами на топе засела. Вот только за эти деньги можно купить посох. Да, только посох не дает тебе хп и не дает тебе мана реген. Вот и все. Вот тебе и посох. Можешь его в жопу себе засунуть и ходить с ним. Удобно будет, скажет наутилус тебе. Конечно же нет. Там вот как раз идет комбинация этих денег. Что очень хорошее вложение. 5-2 у нас счет. Но мидеры в основном это не используют, потому что они не размениваются по хп. Там идет либо ол-ин, либо не ол-ин. Так и наутилус вообще не играет с посохом. Про какой посох вообще идет? АП зачем за него покупать? Чтобы через Ешку ласхитить задних мопсов. Конечно же нет. Это ходить неудобно. С посохом же будет. Да, с посохом будет неудобно ходить. Да, кстати, у нас тоже сейчас была игра. Мы снова болили оппонентов. Тут что-то ребята не могут никак организовать сражение за Инфернал Дрэка, который там бесит. Обе команды побаиваются провести бой. Но одна побаивается, потому что они не знают силу Кледа, а их наутилус еще не готов воевать даже близко. Вторая команда, видимо, просто боится Арианы, Аши и Грейвса. Так вот, сейчас сыграли игру. У нас был Сноубол. И на 18-м минуте мы забрали Рив Геральда. И с Рив Геральдом продавили три вышки и ингибитор. То есть просто за секунду какую-то. А так бы мы еще тут мучились, потом бы кого-то поймали. То есть получилось, что мы так на уровне чаликов сыграли по пушу. То есть обычно то, что делают высокого уровня игроки, мы тут в платье не так сыграли. И это было связано как раз с того, что Рив Геральда мы взяли. А у нас здесь войнушечка началась. Пэсси просто отходит в сторону. И Дамблдош не наносит никакого урона. Прилетает сюда Фафабулус. И он останавливает ММД. ММД дает ульту, но попадает тоже. Фафабулус приходит сюда Мэйпл. Минус 100 мэйдж. Минус МФка от Дамблдоша. И продолжают доминировать команда Флэшвульф. Ариана не успевает сюда прийти. Ариана без ульты. Не совсем понимая вообще, куда она ее потратила. Учитывая, что он, видимо, потратил ульту на Миде. И среколился. Как-то так было это потрачено. Но команда Супермассива не знали этого, судя по всему. И Флэшвульф выходит вперед. 3000 плюс Дракон. Талия остановила. А, он Талию остановил ультой. Все, я понял. Сейчас нам покажут, видимо, повтор. Ариана, да, с ультой нажимает рекол. Талия начинает смещаться. Нет, Ариана просто среколилась. Зачем Ариана ульту потратит? Кто-нибудь мне объяснит? Нет, я сейчас слежу только за Арианой на мини-карте. Хочу понять, зачем он ульту потратит. Он сейчас потратит ульту. А, видимо, он мопцов. Нет, он просто нажал ульту. Никто ничего не хотел. Он просто сделал рекол. Не заметил, что происходит внизу. Просто сделал рекол на базу. И потом с базы пошел. И вот здесь, вот возле вышки, нажал ульту. Надеюсь, там не было такого. Какого хрена ты не с нами? Да пошли вы в жопу! И ульту нажимает. Надеюсь, там такого момента не было в игре. Скорее всего, это был просто мисклик. Он перекладывал айтемы там, допустим, и нажал случайно на ульту. Три-два-два. Ну, очень странный поступок от Нару, конечно. Я понимаю, что он не мог оценить... Ой-ой-ой, тут Рев Геральда забирает для ММД. Он сейчас начнет доминировать на Утилуса совсем жестко. Так вот. Семь против пяти играют. Тогда против четырех. Он, наверное, думал, что он сейчас на боте. Ну, да, возможно, он думал, что он талия. Он любит просто играть на талии чаще всего. И все. Привет, если ты со мной поздоровуешься, не раз тебе я не напишу, раз уже игноришь меня. Пацифист, как это? Я с тобой здоровался и не раз. Мэйпл дает эту у нас ульту. Отрезает! Отрезает Зайтнотов. Зайтнотов уходит ульта Варуса. Он дает свою ульту, но попадает в Зайровский паракаст. Зайра делает килл вместе с Лисином на Аше, а потом еще и килл на Грейвсе. Зайра тонну урона нанесла. ММД прилетает на своей ульте. Не мог ее остановить. Бежал без остановки. Ворвался под вышку, но тут же отменил все свои спеллы и побежал назад. Никто его из команды Супермассив, конечно же, трогать не собирался. 9-2 у нас счет. Глухня я. Глухнятый. Пацифит. Пацифит. Пацифит настоящий глухня. Но с этой игрой вроде бы все понятно, ребят. Еще жутко не повезло. То есть, ошибка команды Супермассив очевидно кроется вокруг пика Дамблдожа. Как раз то, что должно быть силой их команды, а именно Бот Лейн и... Ну, Бот Лейн полностью, это и Ада Керри, и Саппорт, играет в какой-то мусор. То есть, Аша от Зайтнота вместо Кейтлин, Люциана, ну и Эза, на которых он божил. И при этом еще и Саппорта для него не берут. Взяли какую-то МФ-ку. Зачем? МФ сможет Лейт и стрелять? Да тут уже не будет Лейта. Какой МФ стрелять? Там один сейчас... ММД доберется до двух айтемов, и будет в троих игроков летать, и троих еще убивать. МФ вредный, он меня не любит, я уйду, говорит Дмитрий. Дмитрий, говорит это. МФ это не чемпион. МФ это не чемпион, согласен. Пошла ульта, мимо. Сворд Арт еще расставляет свои ростки, не дает даже хуку, куда тут добраться. Пошел врыв от ММД, ММД цепляется у нас за 100 мейджа, минус 100 мейдж, после этого он переключается на Зайтнота, но решает, что лучше быть рядом с командой, идет в сторону команды, притягивает Дамблдожа и делает еще один килл для команды Флэш Вульф, еще становится 12-2, и это минус нашел. Его брали чисто против Зайра, ее, ну да, брали. Зайтнот. Он Зайтнот, все нормально. Английские комментаторы его называют Зайтнот. Я не могу идти другим путем. Кстати, а вы знаете, ребят, да, мы еще не видели патча 7.9, ну, точнее, 7.8 мы видим, Шая и Рейкан появились же в патче 7.8, но мы этого не видим. Лисин классный тут, конечно, пихнул ногой во время врыва ММД. Но и английские комментаторы, и английские стримеры Зая называют чемпиона. Никакой шаи нет там и подавно. Зая, она не к Сая, а типа, ну вот как-то мне сделали люди отсылку, что это идет к этой, к Зене. Ну, знаете, был такой раньше сериал, ну и рассказ тоже был про Зену, повелительницу Валкирий там. И вот они по такой же логике сделали Зая. Никаких Ксай, никаких Шай. И это логично на самом деле. И я вот задумался, почему российские локализаторы взяли и херню написали. По сути говоря, ведь могли тоже написать Зая, и никаких проблем не было. Причем даже мне сделали предположение другие мои там зрители из чатика, что можно было написать Зая как Зе, как у Казикса сделать апостров и просто Ая. И либо можно было через и краткую сделать Зе, а и краткая А, и все. Все равно была бы Зая. Ну, Зе, она, да. По поводу Ракана, там по-разному называют. Я чисто английских комментаторов что-то не подслушал внимательно, но они вроде бы Рейкан и говорили. Не, Рейган, как у нас тут многие подшучивают и ударение ставят неправильно, типа Рейкан, а не именно Рейкан. То есть наоборот, вы поняли. Они говорят как раз Рейкан, а не Рейкан. Ну, вы поняли. На второй слог ударение ставят. На А, а не на Э. Ну, Апостеров только же у Творей Бездны. Ну, тогда и кратким. Заодно использовать эту букву. Вот и все. Они, кстати, много чего... Не, ну, смотри, когда идет озвучка чемпиона... Подожди, ты немножко не понял. Озвучка чемпиона, я согласен, что они меняют. Они пытаются адаптировать озвучку по тому, что смысловое было сказано в оригинале. Это логично. Фафа был основан сделать телепорт, чтобы провести финальную битву. Но эта финальная битва заканчивается тем, что ММД игнорирует. Его просто влетает в двух ботленеров команды Супермассив, и они погибают. Эйс, 17-2. 25 минут понадобилось с Флэш-Вульфом, чтобы пройти первую игру. Ну, Супермассиву надо срочно задуматься. Это минус, очевидно, клет, потому что с этим чемпионом они вообще не знают, что делать. Желательно Карсу забанить, не дать ему играть на своих чемпионов, и взять себе нормальный бутлейн уже. Скейтлин с Браумом, Скейтлин, Кармой. Почему нет? Не надо брать никаких МФ. Не надо брать никаких Ашей. Возьмите нормальных чемпионов. Так вот... Типа для нашего Зая это, скорее всего, кличка, а не имя. Ну, не знаю. Мне кажется, они просто сели, начали переводить и поняли, что надо сделать Шая. Это же Азиатка. Они же Шан Сунг придумывали такое, и многих других персонажей тоже букву Ш ставляли в начале. И решили, что она Азиатка, значит, надо Ше ставить. С какой стати они решили, что Азиатка? Так вот, а по поводу перевода чемпионов, я согласен на то, что надо было адаптировать некоторые из них. с этим я полностью согласен. Ну, просто понимаете, я к чему сейчас претензию последнюю приведу, ребят, и... Я сейчас объясню. Есть чемпион Энни. Вы же знаете, что есть чемпион Энни. Пишется А, Н, Н и Е в английском языке. Очевидно для нас, что это Аня. Для нас очевидно. Но русские локализаторы перевели ее как Энни. Все равно. Так вот и вопрос. Что за херня? Что за херня? Почему этого чемпиона они полностью поменяли имя, а этого нет? Пошли на перерыв.